Здравствуйте, это программа Мировестник. Сегодня мы поговорим о гальтском вопросе. Сегодня наш гость Каха Квашилав, ассоциированный профессор Сухумского университета, историк. Каха, приветствую вас. Пока я напомню нашим зрителям, что наша программа – проект Абхазского аналитического центра, и смотреть нас можно на YouTube, TikTok и Facebook, практически на всех платформах. Еще раз приветствую вас. Давайте начнем говорить о действительно интересном вопросе, в котором вы, наверное, разбираетесь лучше всего. Это Гали. Сначала давайте расскажем нашим зрителям, и мне тоже действительно интересно, что происходит сейчас в Гали на самом деле. Мы знаем, что есть прямые попытки русификации нашего населения. Что происходит в этом плане? Какова динамика? Удается ли нам сопротивляться? Наверное, это интересует нас сейчас больше всего, потому что Абхазия, естественно, наша боль, и на данном этапе есть самая большая боль для нас – гальское население. Здравствуйте, Торники. Спасибо за приглашение. Я согласен. Гальская проблема – коренная в проблематике, называемая грузинско-абхазскими отношениями, особенно после событий 27 сентября 1993 года. Вы правильно отметили, что в Гали активно идет процесс русификации, но это не началось сегодня или вчера. Это началось в тот миг, когда сепаратистской власти удалось провести границу по реке Энгури. Уже с осени 1993 года начался выпуск газеты Гал на трех языках – мегрельском, абхазском и русском. Эту газету можно найти в интернете. Открыв ее, вы увидите, что 90% текста составлено не на мегрельском языке или на абхазском языке, а только на русском. Почему? Потому что гальское население не знает и тогда не знало ни абхазского, тем более ни русского языка. Соответственно, это была попытка его русификации. Понемногу после войны 2008 года этот процесс стал более активным, потому что Россия получила больше контроля над Абхазией. То есть эта военная база означает, что те солдаты, а их, как вы знаете, везут из провинции, соответственно, больше их часть возвращаться не собирается. Или те, кто уйдут в запас, или резерв, просто останутся на очень большой и благотворной территории, освоить которую абхазам не удалось после 1993 года, так как на это им самим не хватает человеческих ресурсов – освоить территорию от Псоу до Ингури. Абхазам это не удалось даже в 17-18 веке. То есть когда у них было больше человеческого ресурса, до мухаджирства, даже тогда им не удалось освоить эту территорию. Наоборот, они тогда больше попали под влияние грузин. Сейчас их попытки ограничены. У русских есть хорошая фраза «свято место, пусто не бывает». Сейчас освоением этой территории занимаются русские. Зачем абхазировать, когда можно русифицировать? Конечно, русифицировать. Интересно, что цель этого не поддержать сепаратистский режим со стороны русских, а наоборот, ослабить сепаратистский режим. То есть им нужны обрусевшие гальцы. Тем более, что гали – это экономический центр Абхазии. Если им удастся русифицировать наше геройское грузинское население, как антигрузински настроенное и тем самым антиабхазски настроенное, это будет линия, которая помешает развитию самих абхазов, если у них получится, и, конечно же, помешает объединению. Вы правильно заметили, у гали довольно сильный экономический потенциал. Весь 20 век, не говоря уже о 19 веке, гали был экономическим хранилищем. В советское время, если что-то и происходило в плане сельского хозяйства, это происходило в гали. На гали приходилось 80% абхазской экономики. В 1962 году было создано специальное экономическое объединение гали, которое до конца, до развала Советского Союза, несло на себя поддержку абхазской экономики. Так было и после войны, после 1993 года. Несмотря на то, что эта территория была полностью опустошена, население было изгнано, были грабежи. Есть такой абхазский писатель Даур Начкебия, который воевал против нас, физик по образованию. После войны он начал писать. У него есть один хороший роман, в котором он описывает абхазского солдата в послевоенной Абхазии. Там этот солдат переживает трансформацию. Он увидел, что не наступил тот результат, за который он умирал, для чего он взял в руки оружие. Наступил совершенно иной результат. На каком языке опубликован этот роман? На абхазском, но в 2010 году его перевели на грузинский. Этот солдат описывает, как он едет в Галии, видит его бывших боевых товарищей, с которыми он боролся за высокие идеалы. Он пишет, что в течение трех дней из Галии непрерывно двигались эшелоны, груженные имуществом грузин. Но несмотря на это, населению Гальского района все же удалось вернуться по определенным причинам. Вы знаете, что происходило по эту сторону Ингурии в Грузии 90-х годов? Часть все-таки вернулась туда, и им удалось опять поднять экономику, наладить сельское хозяйство. Правда, когда приходило время урожая, на них нападали и трабили. Однако абхазы все-таки с осторожностью относятся к гальскому населению, потому что если в сегодняшней Абхазии кто-то и работает, и что-то производит, так это грузинское население Галии. По двум причинам. Во-первых, они экономически активны. Во-вторых, они не абхазы. Да, они не абхазы, и иногда, когда им нужно что-то показать, они показывают, мол, вот, в Абхазии живут грузины. Но гальцев указывают как Мегрелов и в скобках грузин. Что там происходит в грузинских школах? К сожалению, грузинских школ не существует. Грузинские преподают как иностранный язык, и то час в неделю, даже не два часа, а один. Несмотря на то, что они живут в таком режиме больше 30 лет, гальское население так и не смогло выучить русский язык. Они в семьях внутри говорят по-мигрельски и по-грузински, поэтому русский им чушь. Представьте, обучение ведется на русском языке, и учитель не может объяснить урок по-русски. Он прибегает к грузинскому, а за это предусмотрено строгое наказание. Например, зафиксировано, что в одном из сел в 2011 году у учителя вылетело из уст грузинское слово. Присланный из Сухуми директор, который узнал об этом, сначала физически расправился с этой женщиной, а потом уволил ее из школы. Это как в Российской империи, когда в гимназии пили за грузинские слова. Говоря об империи и гимназии, что происходило в Галлии, в Самурзакана, во времена империи? Что делала в это время Россия? Россияне вошли в Абхазию в 1810 году, когда они взяли Сухуми, посадили Сафар-Бея Георгия главой. Но укорениться им в Абхазии все же было сложно. Россияне вошли в Абхазию в 1810 году, когда они взяли Сухуми, посадили Сафар-Бея Георгия главой. Но укорениться им в Абхазии все же было сложно. Сами этические абхазы не жаловали Сафар-Бея как правителя, назначенного извне. Поэтому с 1810 года постоянно происходили мятежи против русских. Фактически все 20-е годы 19 века Россия провела в мятежах, чтобы укрепить свои позиции в Абхазии. К 1840 году, когда Кавказская война подходила к концу и Россия укрепляла позиции, в 1830-х годах этот вопрос поднял Михаил Шерлашидзе и просил у России Самурзакана, который входил в состав Мегрильского княжества. И в 1840 году, когда Банза вошла в состав Семегрила в подчинении России. Эти же пункты с просьбами подписали Шерлашидзе правители Самурзакана. Они сказали, что эта территория – территория Додиане. И так и было. Но Михаил Шерлашидзе начал выступать против этого. Это была борьба между князьями за территорию. Верно. И Россия прекрасно воспользовалась этим противостоянием между Додиане и Шерлашидзе. Основала в 1840 году приставство. До этого приставство в 1837 году оно основало в Цибелле. Это была административная единица напрямую подчиняющейся России. Цибелда находилась рядом с Сухуми. Представьте, у вас в сердце Сухуми сидит русский правитель, который не подчиняется вам. Так было Самурзакана между Абхазами и Мегрилами. Правда, в 1857 году русские были вынуждены временно упразднить приставство и присоединить его к княжеству Одиши, как только они упразднили Абхазское княжество в 1864 году. Они создали Сухумский округ, который наряду с остальными территориями они включили и Самурзакан. С 60-х годов русские пытаются выяснить, кто такие Самурзаканцы. В то время существовал Сухумский уезд и другие, которые вошли в Сухумский округ. Да, они вошли в Сухумский округ, то есть Самурзакана, территория Галии, непосредственно у абхазов лишь с 1864 года, не ранее. До этого сначала она была в составе Самигрела, а потом 17 лет в непосредственном подчинении России. Уже с 1864 года Самурзаканы считаются частью Абхазии. С 60-х годов, особенно в 70-е, активировалась тенденция этнического самоопределения самурзаканцев. Они подняли вопрос, который, кстати, продолжался по сей день. Еще в 90-е годы, когда Советский Союз еще не распался, этот вопрос активировал Институт этнологии имени Миклуха Маклая в России. Этот вопрос достали из научно-исследовательской сферы с конца 19 века и активировали в 1990 году. С этого года по сегодня русские и абхазы исследуют и пытаются доказать, что самурзаканцы являются абхазами. Но против этого восстали грузинская интеллигенция, грузинские ученые и, кстати, самурзаканское население. Когда абхазы заняли в конце 17 века ту территорию, впоследствии название самурзакана, туда вошла часть абсуистских абхазов, которые до этого не проживали на этой территории, между рекой Галицга и Энгури. Но случилось так, что грузинское население и тогда уехало. Например, сегодня, близ Самтредия, в Самтрединском муниципалитете, в Самтредском муниципалитете есть село Илори. Если спросить сегодня илорцев, кто они по происхождению, они этого не знают. Они знают, что они эмеретинцы, но на самом деле они из абхазского Илори. Население, которое переселилось в тот период, переехало на эту территорию и привезло с собой название села. Потом уже они стали эмеретинцами в кавычках. Были такие тенденции, и оставшееся там население огрузинило приехавшее абхазское население. То есть ассимилировали не приезжие, а те, кто их встретили. Тот факт, что этот народ столько времени сохраняет грузинскую идентичность, даже в условиях такого давления указывает на то, что они само собой считают себя грузинами. Конечно, несмотря на это, когда пришли и Ширвашидзе, и Анчабадзе, и Эмухвари, и Маргане, в 1866 году, когда была создана земледельческая комиссия, которая должна была провести аграрную реформу, они утверждали, что им установили закон горцев, как у абхазов был закон гор. Но они выступили против этого и заявили, что должны подчиняться грузинскому установленному феодальному правилу, так как они являются частью этого правила, этой культуры. Это было очень важно. Российская империя тогда не смогла противостоять этому, и была вынуждена удовлетворить эти требования. Затем, когда в 1921 году произошла оккупация Грузинской Демократической Республики, большевики объявили о создании на территории Абхазии Абхазской Советской Социалистической Республики отдельно от Грузинской Советской Социалистической Республики. Население Самурзаканского уезда выступило против этого через месяц после советизации. Они потребовали, чтобы Самурзаканский уезд отделили от Абхазской ССР и присоединили к Грузинской ССР. В марте произошла советизация, и уже в июне Ефрем Эшба приезжает, встречает с местным населением, которое агрессивно настроено по отношению к этим идеям, и говорит им, мол, не имеет значения, мы сегодня создаем такую советскую страну, в которой мы будем жить все вместе, и граница не имеет никакого значения, мы все равно будем вместе. Сейчас под давлением России в парламенте Абхазии может пройти закон, который уже переименовали. Он касается улучшения инфраструктуры в нескольких районах, в том числе в Гали. Одной из целей выбран Гали, где они будут строить апарт-отели. Садится ли это в контекст, что Гали является экономически важным районом в Абхазии, и русские хотят тому крепиться? Конечно, Гали сам по себе выдающийся регион с климатической точки зрения. Он ходит в колхитскую низменность. После Гали уже начинается склон. Это плодотворная территория, и Россия пытается создать оплот в таких пунктах, в таких точках, которые сами по себе теоретически лишат Абхазов независимости, лишив их экономического рычага. Если из Абхазии в Россию что-то и везут, это цитрусы, фрукты, и везут они из Гали. И фундук. Для нас, естественно, Гали очень важен. Когда-нибудь, надеюсь, мы примиримся, и территориальная целостность будет восстановлена. И я думаю, именно в это время гальское население должно сыграть одну из важнейших ролей в процессе примирения. Скажем прямо, роль посредника. Конечно, это, так сказать, крест гальцев. Они изначально оказались где-то посередине между Абхазами и Самигрелой, остальной Грузией. Интересна такая формулировка. Самигрела гальцев называют Абхазами, а в Абхазии гальцев называют Мегрелами. Они и так занимают эту позицию посередине. Правда, они грузины. А с Абхазами они только сожительствуют. И сегодня у Гали есть именно тот рычаг, чтобы сыграть роль моста между остальной Грузией и оккупированной территорией. Они активно переходят на работу на другие территории оккупированной Абхазии. Имеют отношение до сих пор, сохраняются смешанные семьи. Создаются такие семьи. Несмотря на то, что Россия пытается русифицировать Абхазию... Кстати, в одном комментарии в фейсбуке абхазская женщина писала, «Грузины ментально нам ближе всего, а Россия сегодня пытается нас русифицировать». Что мы имели против грузин? Это очень важный контекст, послание, которое уже родилось в Абхазии. Она имеет в виду, что грузины могли противостоять русификации. Да, она имеет в виду это. То, что эта женщина написала в публичном пространстве, показывает, что они уже сыты по горло и заметны определенные признаки. Именно у гальцев есть такой потенциал сыграть эту роль. Главное, чтобы наши власти, государства были готовы, чтобы не произошла их деятизация в российском направлении. Если мы не будем способствовать им в условиях такого давления, не знаю, что будет. Я так восхищен стойкостью и мужеством, но им надо помогать. Они в тяжелом положении. Фактически с 1993 года до 2008 года не было притеснений. После 2008 года со всей силы зашла Россия. Мы упомянули, что на фоне давления одним из направлений, которое является именно вопрос недвижимости – закон об апарт-отелях. Сюда попал и Галли. Большое спасибо, Каха. Вы впервые, но не в последний раз в нашей программе. Мы еще вернемся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова